Привет, я Роман Душкин на научно-просветительском канале Душкин объяснит. И сегодня я продолжаю объяснять клеточные автоматы. Я хочу показать вам разнообразие жизнеподобных клеточных автоматов. Погнали! Итак, мы изучили с вами игру жизнь, которую разработал Джон Хордон Конвей, Game of Life, который называется Goal. И это очень крутой клеточный автомат. Мы поняли, что он Тьюринг полный. Мы поняли, что на нем можно реализовать практически все, даже саму жизнь. Жизнь в жизни. Ну и как следствие можно реализовать жизнь более высокого порядка. Но давайте мы поймем, что значит термин жизнеподобный. Вот что значит жизнеподобный. И, собственно, критерий отнесения клеточного автомата к жизнеподобным у нас 4. И критерий от 4. Первое. Двумерность. То есть двумерный клеточный автомат. 2D. Второй критерий. Это у нас два состояния. Два состояния, которые мы называем мертвый и живой. Так. Третий критерий. Это то, что у нас используется окрестность мура. Какие бывают окрестности у клеточных автоматов, я рассказывал здесь. И четвертое. У нас следующее состояние клетки. Сигма клетки, которая находится по координатам x, y в момент времени t плюс 1. Оно равно некоторой функции перехода от количества. Напишем так. Not alive. Количество живых клеток, находящихся в окрестности клетки x, y в момент времени t. То есть у нас вот координаты v, w принадлежат окрестности. Окрестность, соответственно, это окрестность мура. Что такое окрестность мура? Это вот эти вот 8 клеток. Иногда в окрестность жизнеподобных клеточных автоматов включают и саму клетку. Так, то есть эта формула предполагает, что мы не сами состояние считаем, а считаем количество живых клеток. И мы записываем формулу, вот эту вот функцию, записываем следующим образом. b, там, slash s, это значит условие рождения клетки, то есть из мертвой переходит в живую, от слова birth, да. А это stay, то есть когда клетка остается живой. Все остальные кнопки умирают. Вот, и я хотел бы вам нарисовать, так скажем, наверное нарисую. Некоторую диаграмму. Жизнеподобных клеточных автоматов. Это те, которые нашли и очень, как бы, детально изучают. Первый автомат называется репликатор. Его формула. Давайте вот здесь. b, 130, 135,7, s, 135,7. Значит, этот автомат, насколько я смог понять из описания, вот любой паттерн, который в нем есть, он реплицируется сам себя. То есть, вот был один, стало два. Любой паттерн. Это очень странно, но вот такой автомат. Еще автомат, который я нашел, я не нашел его название, его форма b, 25, s, 4. Вот у этого автомата. У него свойство такое, что у него есть репликатор. В нем есть глайдер. Есть такие паттерны. Репликатор и глайдер. Если их друг с другом как-то совместить специфическим образом, то глайдер, отражаясь от репликатора, который реплицируется в пространстве, да, он отражается, и глайдер начинает показывать случайные блуждания. То есть, это модель случайного блуждания. Очень интересно. Ну, собственно, у нас есть автомат жизнь-бессмерти. Мы его изучали. Это у него формула какая? B3. Как у жизни, да? И остается 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, в любых случаях, а живая клетка остается. Жизнь-бессмерти. Мечта человечества. Следующий автомат, не побоюсь этого слова, жизнь. Game of Life. Я надеюсь, вы уже запомнили, что это B3-S2-3. Джон Хортон Конвей придумал первый автомат. Такого класса. Так, следующий автомат называется Жизнь-34. И его формула B34-S34. Этот автомат очень интересен тем, что показывает крайне сложное поведение. Очень сложное поведение. Подобно правилу 110 в элементарных клеточных автоматах. Следующий автомат называется Диамёба. Диамёба и его формула B35678-S5678. Значит, автомат Диамёба. Его название произошло от Diamond и Амёба. То есть, взяли вот это вот, вот это слово и вот это. Их совместили. Видите здесь? Аммо. То есть, по-английски он звучит как Диамоёба. Фишка в том, что в этом автомате огромное количество паттернов, которые превращаются в такие, как бы, замкнутые, не ромбики, но такие вот, как бы, штуковины, которые похожи на Амёбы, которые начинают вот так вот двигаться. Ну, они похожи на ромбики, всё-таки, Diamond. Так, следующий автомат называется Дважды Два. Поставьте плюс или лайк, кто смотрел в детстве или в отрасли телеканал Дважды Два. Значит, его формула такая. B36 S125 Это хитрый автомат, в котором блок 2 на 2, поэтому он называется дважды два, показывает репликацию. То есть, этот блок начинает реплицироваться, причём он в таком, в экспоненциальном, он растёт. То есть, он был 2 на 2, а потом стал ещё больше. Я, честно говоря, не видел. Я сейчас по описанию вам говорю, но вот такое описание нашёл. Так, следующий автомат называется High Life. Мы его изучали. High Life, его формула, напомню, B36 такая же, как здесь и S23 High Life. Кстати, я сегодня гулял на улице после обеденный променад и там был билборд и на нём было написано High Life. У меня случился феномен Баадера Майнхоу. Да. Следующий автомат, который мы тоже изучали, День и Ночь. Его формула B3678, S34678. Да. Вот такая формула у него. Мы его изучали очень подробно. Посмотрите, в плейлисте Душкин объяснит искусственный интеллект. Следующий автомат называется Move. Move. Его формула B368, S245. Вот это хитрая формула. Как вы видите, здесь цифры не повторяются. В B, в секции B, в секции S. Этот автомат замечательен тем, что в нём существуют очень сложные и очень медленные космические корабли. Очень сложные, очень большие, они очень медленно двигаются. Космические корабли. И следующий автомат называется отжиг. По-английски Anil называется. У него формула сложная. B4 678 S 35 678 Да. Значит, внимательный зритель обратит внимание на этот автомат и у него очень похожая формула с день и ночь. И действительно, у этого автомата у отжига у него он также симметричен относительно смены живой на мёртвый, мёртвый на живой. То есть, если поменять живые клетки на мёртвый, мёртвый на живые, будет вести себя так же, как автомат день и ночь. Автомат отжиг. Значит, этот автомат был специально разработан, как я понял из записания, для решения одной конкретной задачи, которая называется укорачивание потока. Не знаю, что это задача, это что-то из топологии, мне кажется, там рассматриваются непрерывные кривые, которые можно укоротить в каком-то гомологии, или в когомологии, короче. Да, топология. Топология страшная наука. В общем, вот такие я нашёл описания жизнеподобных клеточных автоматов, включая саму жизнь. По-моему, это достаточно круто получилось. Так, ну что ж, друзья, надеюсь, было интересно. Это последнее видео про именно жизнеподобные клеточные автоматы. И дальше мы переходим к более мощным клеточным автоматам, которые также работают на двумерных плоскостях, на графах, но уже более развитые, чем жизнь. Так что пишите комментарии туда, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал, потому что Душкин объяснит любые клеточные автоматы. С вами был Роман Душкин. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok